Санчхи Карму, как правило, подразделяют на четыре категории. Одна из них — прорабка карма, другая — санчхито карма. Прорабка — это карма, отведенная на эту жизнь. Именно прорабка определяет продолжительность вашей жизни. Если сегодня я растворю вашу прорабду, завтра утром вы можете умереть. Вы можете быть абсолютно здоровы, но вы умрете завтра утром, потому что вашего программного обеспечения больше нет. Его нет для этого тела. Внезапно вы можете стать неподвижными, ощутить великолепное состояние на некоторое время — и всё. Поэтому мы никогда не будем касаться прорабхи. Мы работаем санчхи. Существует хранилище кармы, которое никак не задействовано в этой жизни. Оно никогда не проявляется в этой жизни, но оно определяет ваше содержание. Так что, если мы растворим санчхи — это огромное хранилище, не какое-то простое, очень сложное хранилище. Если оно начнет растворяться, вы не обнаружите никаких изменений в вашей жизни, но появится некая прозрачность. Непрозрачная природа вашего существования снизилась, но вы не испытываете никакой трансформации, всё остаётся прежним. Вы всё тот же самый человек, и вы начинаете задаваться вопросом, что, чёрт возьми, происходит? Действительно ли это духовный процесс? Или это всё сон? Вы всё те же, у вас те же проблемы, у вас всё то же самое. Но есть ощущение прозрачности в теле. Тело ощущает себя так, как будто в нём есть небольшое отверстие. Вы начинаете чувствовать себя как решето, а не как твёрдый материал. И так как это большое хранилище, на это может уйти какое-то время. Причина, по которой я говорю вам об этом, в том, что когда вы занимаетесь духовной саданой, вы ожидаете результата, и многие из вас пытаются создать его сами. Никогда не пытайтесь создать результат. Если вы пытаетесь создать результат, он будет придуманным, и долго он не продержится. Например, вам говорят «Будь любящим». Три дня вы изображаете из себя любящего, и все ваши недовольства накапливаются. Все чувствуют себя неловко от вашей любви, и ваше недовольство всё копится, и однажды вы взрываетесь в подобной хлопушке. Разве такого не случалось? Разве такого не было после очень любвеобильного периода? Потому что вы пытаетесь быть кем-то, не меняя основы того, кто вы есть. 98% вашего ума является бессознательным. Это и есть Санчита. Она никогда не вступает в игру, но её присутствие всегда влияет на всё. Так что мы не ищем быстрой трансформации. Что завтра вы внезапно станете всем сочувствовать или что-то в этом роде. Я в этом не заинтересован. Просто ваше внутреннее содержание постепенно исчезает. Внешняя часть, игра, в которую вы играете... Разве всё это важно? Вы когда-нибудь видели, как термиты выедают что-то изнутри? Остаётся только оболочка и слой краски. Вы дотрагиваетесь до неё и... бум! Так что цель в том, чтобы сделать вас такими. Оставить только один слой оболочки, никакого содержания внутри. Однажды, когда конец будет близок, вы дотронетесь и увидите... бум! Внутри не будет содержания. Вы не против? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...